Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус, и мы записываем это видео для библейского портала Экзегет. Сегодня мы будем читать восьмую главу первой Маковейской книги в переводе Брагинской и Шмайной-Великановой. Ну и попробуем сопроводить это чтение небольшими комментариями. Итак, первая Маковейская книга, глава 8. Предыдущая глава, как мы помним, закончилась тем, что новые военные столкновения, связанные с тем, что новый правитель взошел на сельвкидский трон, и новые победы Иуды, враги разгромлены, и временная передышка дана Израилю. Иуда прекрасно понимает, что эта передышка временная, что сил у них мало. В предыдущий раз он всего три тысячи человек смог собрать для того, чтобы противостоять противнику, Никанору, разгромил его с этими тремя тысячами. Но людей мало, сил мало, ресурсов, как мы сейчас сказали бы, мало, и поэтому Иуда ищет союзников. Кто мог бы защитить их от ярости, бессмысленной, какой-то бесовской, демонической ярости царя, уже теперь даже не Антиоха, не четвертого, не пятого, а Диметрия. И вот между тем до Иуды дошла молва о римлянах. Дескать, у них большая сила, и они рады всем, кто к ним присоединяется. Со всеми, кто к ним приходит, они заключают дружбу. А что у них большая сила, это ему стало ясно из рассказов об их воинах и о том, как доблестно сражались они с галатами, которых одолели и заставили платить дань. И о том, что они сделали в стране Спании, чтобы овладеть тамошними серебряными и золотыми родниками. Как они, благодаря дальновидности и упорству, овладели всей этой местностью, хотя находится она очень далеко от них. И как, когда на них шли цари с края земли, они разгромили их, нанося им сокрушительное поражение, а те, кто спасся, ежегодно платят им дань. И как Филиппа, и Персия, царя Китиев, и прочих, кто восстал против них, они сокрушили в битве и подчинили. И как Антиоха Великого, царя Асии, который выступил на войну против них, располагая ста двадцатью слонами, конницей, колесницами, огромным войском, они разбили. Они взяли его живьем и постановили, чтобы он, равно как и те, кто будет царствовать после него, платили им большую дань, дали заложников и в качестве отпускного землю индийскую, медийскую, лидийскую, изгучих своих земель, а римляне, взяв их у него, отдали царю Эвмену. Ну, вот до Иуды доходят сведения о растущей мощи Римской империи. Конечно же, мы понимаем, что это государство вот к уже почти середине второго века до нашей эры действительно чрезвычайно распространялось и за счет военных побед, и за счет дружественных присоединений некоторых небольших народов, которые желали не войны, а желали добровольно войти в состав вот этой растущей, грозной Римской империи. Здесь буквально в одной фразе перечисляются многие-многие достижения, победы, присоединенные земли. Вот излагается военная история Римской империи. Иуда узнает все эти сведения и задумывается о том, чтобы обратиться к римлянам. Рассказали ему и о том, как люди Эзелады задумали прийти и уничтожить их, но они узнали об этом замысле и пасхали против них всего одного военачальника, сражались с ними, и многих из них сразили. Взяли в пленных жен, детей, захватили добро, овладели их землей, разрушили их крепости, сделали их своими рабами по сей день. И о том, как они разорили и поработили все царства и острова, когда-либо им противостоявшие, а со своими друзьями и с теми, кто на них полагался, сохранили дружбу. Рассказывается здесь не только о тех победах, которые были до того, но и о подчинении территории Греции и вхождении в состав Римской империи. И вот также ему рассказали, как подчинили они царей, ближних и дальних, и всяк слышавший молву о них убоялся. Захотят они помочь кому-нибудь возвести на царствование, возведут, захотят сместить, сместят, и превознеслись они сильно. Тем не менее, никто из них не возложил на себя венец и не облачился в порфиру, чтобы таким образом возвеличивать себя. Они завели у себя совет, и каждый день 320 советников непрестанно там совещаются о том, как достойно управлять своим народом. Они доверяют одному человеку править ими в течение года и быть господином на всей земле, и все слушаются одного, и не бывает у них ни зависти, ни соперничества. Вот такую идеалистическую картину о нравах, царивших в Римской империи, донесли до сведения Иуда Маковея. Очень многие эти сведения являются исторически совершенно точными. Такой вот деспотизм, который был характерен для более поздней эпохи в Римской империи, тут еще не наступил. Это римская, можно сказать, демократия. Действительно, очень большое значение имеет, как здесь говорят, совет, где 320 советников заседают. На самом деле, это в римской терминологии более привычный нам сенат. Действительно, он состоял из 300 основных членов, и еще там было 20 человек, которые туда присоединялись к этим заседаниям. Даже число совершенно точно названо. И дальше говорится про одного человека, который правил в течение года. Это, конечно, консул. Вообще говоря, в Риме избиралось два консула, но вот здесь Иуда Маковей узнает только об одном, потому что, вероятно, именем одного консула подписывались все документы и заключались все соглашения. И тогда, узнав все эти сведения о римлянах, Иуда выбрал Эфполема, сына Иоанна, сына Ака и Ясона, сына Элиазара и отправил в Рим, чтобы заключить союз и дружбу. Ну вот, с такими союзниками, которые держат слово по сведения Мауды, можно иметь дело. Селевкиды предлагают мир и немедленно начинают воевать. Римлян, это те, про кого известно, что это государство, которое заключает договор и дальше следует условиям этого договора. И вот целое посольство едет в Рим, чтобы заключить союз и дружбу, снять игос иудеев, ибо они видели, что царство Эллинов порабощает Израиль рабством. Они отправились в Рим, а это путь весьма неблизкий, вошли в Совет, то есть в Сенат, и взяли слово и говорили так. Иуда, он же Маковий и его братья, а также весь народ иудеев, послали нас к вам, чтобы заключить с вами союз и мир, чтобы вы записали нас в число своих союзников и друзей. Вот с таким обращением, с таким посольством, с предложением мира, дружбы, Иуда посылает своих соратников в Рим. В Риме благосклонно относились к подобным обращениям со стороны разных, ну, как бы, с точки зрения Рима, малых народов. Конечно, в случае необходимости римские легионы отправлялись, чтобы силой завоевывать те или иные земли, но куда проще, если какой-то народ вот сам желает вот войти в состав Римской империи, куда проще откликнуться на это предложение. И вот эта речь, произнесенная посланниками Иуды, пришлась по душе римлянам. Ниже переписано то послание, которое они в ответ вырезали на медных дощечках и отправили в Иерусалим, дабы оно служило иудеям напоминанием о мире и союзничестве. По результатам вот этих переговоров в Сенате даже вот составили особый договор, вырезанный на медных табличках. Почему на медных табличках? Потому что это как бы очень такая это способ очень надолго сохранить этот документ. Это не то, что можно порвать, потерять, смять, уничтожить, а это способ сохранить текст надолго. мы знаем об этом договоре и из других исторических источников, и вот оригиналы этих табличек, они оставались в самом Риме, а какие-то копии были отосланы Иуде Маковее. И что же говорилось на этих табличках? Пусть благоденствие сопутствует римлянам и народу иудеев на море и на суше вовек, а кляну-ка вражда пусть удалятся от них. Если нападут на римлян или на любого из союзников в любом уголке их державы, то народ иудеев сообразно обстоятельствам приложит все усилия для помощи союзникам. Врагам их они не будут давать или поставлять ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни корабли, как постановил Рим, и обязаны будут соблюдать свои обязательства, ничего не получая взамен. То есть, если происходит нападение на любую часть римской империи, то иудеи, согласно условиям этого договора, должны встать на защиту и участвовать в силу сообразных обстоятельствах в меру возможностей участвовать в защите рубежа римской империи и никак не содействовать врагам. По всей видимости, вот та формулировка, которая здесь есть, это была такая стандартная формулировка, видимо, такие случаи обращений были достаточно регулярные. У иудеев не было никаких кораблей, скажем, не было никакого флота, но здесь вот, по всей видимости, вот именно для следования такой уже привычной форме перечисляется, что врагам не будут давать ни поставлять ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей, как постановил Рим. И обязаны будут соблюдать свои обязательства, ничего не получая взамен. Точно так же, если нападут на народ иудеев, римляне должны будут по зову души выступить их союзниками, как им подскажут обстоятельства, и союзникам врага не будут давать ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей, как постановил Рим. И эти обязательства обязаны соблюдать, причем без обмана. Так, на этих условиях римляне заключили договор с народом иудеев. Если же впоследствии та или иная другая сторона пожелает что-либо прибавить или убавить, они сделают это в соответствии со своим желанием, и это добавление или изъятие будет иметь силу. Вот такой договор был составлен с римским сенатом, с римским правительством, и мы видим такую вот удивительную юридическую культуру, которая действительно была свойственна Римской империи, вот, и посланники Иуда Маковия этим не удовольствовались и попросили еще вот, чтобы сенат высказался отдельно относительно тех притеснений, которые испытывает Израиль со стороны Деметрия и его военачальников. И что же сказал сенат по этому поводу? Что же касается притеснений, которые царь Деметрий чинит иудеям, то мы то есть члены сената написали ему следующее «Зачем ты наложил тяжкое иго на иудеев наших друзей и союзников? Если они еще раз пожалуются на тебя, мы восстановим справедливость и будем воевать с тобой на море и на суше». Ну, учитывая все растущую, возрастающую мощь Римской империи, это довольно страшная угроза. Как отреагирует на эту угрозу Деметрий, прекратятся ли притеснения, мы узнаем из следующих глав Маковейской книги, а сегодня мы читали восьмую главу первой Маковейской книги для библейского портовой Экзегет в замечательном переводе Брагинской и Шмайной Великановой. Великановой.